Несмотря на пандемию и экономические сложности, в Красноярске вырос интерес горожан к пластической хирургии. Что хотят поменять в своей внешности люди, какие операции самые востребованные? Об этом мы поговорим сегодня с пластическим хирургом Игорем Микитиным. Игорь Львович, здравствуйте. Добрый вечер. В чем секрет, интерес людей к пластической хирургии именно сейчас, во время пандемии, когда везде крах, ужас, а люди хотят быть красивыми? Знаете, я заметил такую тенденцию, что на фоне того, что общее количество финансовых средств у людей стало меньше, остались небольшие сбережения. И если раньше, допустим, планировали поехать куда-нибудь на юг, поехать в Турцию, в Ебет, то в том году все эти возможности были прекращены, а деньги остались. Что делает человек? Он прекрасно понимает, что деньги, если оставить, они пропадут, обесценятся, я их потрачу. Но в душе была какая-то надежда сделать пластическую операцию. И вот альтернатива. А почему бы это не сделать сейчас, раз деньги есть? Второе. Мы все находимся в моменте пандемии, мы сидим дома. У нас есть свободное время, чтобы пройти реабилитацию. Никто не узнает, я это сделаю проще, легко. И поэтому на фоне, я бы сказал, общего снижения финансовых возможностей у людей, спрос на операции пластической хирургии, на мой взгляд, за последний год выросли. Может быть, не на много, процентов на 10, на 15, на 20, но тем не менее выросли. Но тем не менее у вас нет ни снижения, а есть наоборот рост спроса. А кто, мужчины или женщины, предпочитают накопления вкладывать в себя? Скажем так, как говорится, мы подумали, и я решил, в данной ситуации решают женщины, обычно в семье. Конечно, женщины. Подавляющее большинство, наверное, 95% операции делают женщины. Если посмотреть структуру оперативных вмешательств, что превалирует, на какие операции больше всего спроса? Конечно, в возрастной категории 18-40 лет это грудь. Увеличение грудь, да? Увеличение, коррекция, восстановление после кормления. Также последний год-два, я бы сказал, вырос спрос на восстановление после онкологической операции, на реконструктивные операции спроса. Так, вот давайте подробнее тогда поговорим, раз это самое популярное направление. Много лет назад мы снимали первые сюжеты об имплантах, о том, что там появляются новые и так далее. Потом была тема, насколько это опасно. Насколько безопасны сейчас операции по вживлению имплантов? Знаете, я бы сказал, что первый вопрос, который должна поставить себе девушка, решив увеличить грудь счет имплантов, что с вами будет со временем и безопасно ли это для меня. На данный момент мы имеем импланты пятого и шестого поколения. Стали они появляться в конце 90-х годов прошлого века, и импланты шестого поколения появились в девятых годах этого века. На данный момент, если мы берем хорошие, качественные импланты, то с ними девушка будет полностью спокойна. А остальные какие-то вопросы? Будет ли у нас онкологический, будет ли рак? Да. Провоцирует ли имплант, вшитый в грудь, онкологическое заболевание? В вашем вопросе я вижу ответ. Имплант не вшивается в грудь. Чаще всего имплант устанавливается под большую грудную мышцу. То есть мы имеем имплант, мы имеем мышцу, а потом уже имеем железу. То есть имплант не находится в железе, он находится в проекции молочной железы, тем самым оттисняя ее, но не соприкасаясь с ней. И, соответственно, ответ, если имплант не находится в груди, а он там не находится никогда, то и рака груди он вызвать не может. Так. Здесь есть другой вопрос, что если имплант некачественный, он может разрушаться и вызывать, например, воспалительный процесс в капсуле, где находится. Но это уже совершенно другая ситуация и не приводит к раку молочной железы. Вот к вам приходит женщина, девушка и говорит, я хочу увеличить грудь, поставьте мне имплант. Что вы в первую очередь, какие вопросы задаете? И всем ли приходящим вы выполняете операцию? Нет, конечно, далеко не все мы делаем операции. На мой взгляд, процентом 5-10 мы отказываем. Потому что если я вижу, что девушка не понимает, какую операцию ей сделать, что это хирургическое обязательство, что будет реабилитация, что будут какие-то там нюансы, связанные с операцией, то мне будет проще, наверное, отказать. Если же мы четко понимаем, то есть я понимаю, что сделать, а девушка, допустим, хочу увеличить настолько-то, такую-то форму, а можно сделать, допустим, такой внешний вид. И если вы, что да, я понимаю, что вы хотите сделать, я понимаю, как это сделать. То есть если мое понимание совпадает с ее желанием, тогда мы делаем операцию. А много недовольных? Вот после вас выписывается пациентка и говорит, что вы сделали, я вообще предполагала совсем другое. Есть такие случаи? Я объясняю, и если я вижу, что у нас есть какое-то недопонимание, я проще откажу, потому что я понимаю, что как раз до операции, что вот этот человек может быть недоволен. По какой причине? По причине непонимания того, что такое операция, что будет реабилитация и как она будет проходить. И мы очень много... И в конечном итоге, как вообще все будет выглядеть. Да, на разъяснение вот этих аспектов. Когда я вижу, что девушка поняла, тогда период реабилитации проходит очень спокойно, приятно, потому что, скажем так, увидеть стабильную форму груди, мы сможем... Да, мы видим, что она красивая сразу же после операции. Но отеки пройдут, все процессы закончатся тканью через 4-6 месяцев. Это очень большой срок, и девушка должна готова к этому быть. Потому что будут ограничения, допустим, физической нагрузки. Спортзал минимум через 2 месяца желательно. Белье, ношение белья не меньше 3-5 недель после операции. Она должна понимать, что у нее будут ограничения, боли будут определенные, отек. Он может развиваться по-разному. Допустим, у худых девушек по одному типу, там, допустим, девушек с хорошим объемом клетчатки по-другому будет развиваться. Нужно понимать, какой у нас объем молочной железы, кожа, эластичность, растяжимость кожи, структура молочной железы, возраст какой. Поэтому, когда мы понимаем весь объем, мы можем объяснить человеку, что мы будем делать с ним, и как он будет заживать. И когда он это понимает, тогда мы делаем операцию. Я знаю, что много лет вы работали хирургом-онкологом, и, конечно, это бесценный опыт, который вам сейчас помогает в пластической хирургии. А чем вы вдохновляетесь, если так можно сказать, да, потому что хирург пластический, он и скульптор в том числе, да? Знаете, да, на самом деле онкологией я занимаюсь и сейчас, и работа в онкотицине позволила, наверное, накопить очень большой опыт, связанный с операциями на молочной железе. Но даже на моем веку, за последние 10 лет, как минимум, два раза радикально поменялись отношения к операциям. Допустим, если мы 10 лет назад старались просто увеличить молочную железу, не делая как-то больших подтяжек, нюансов. Пять лет назад мы стали комбинировать, допустим, очень сильно подтяжки молочной, то есть удаление птоза, да, то есть провисание железы и установку имплантов. И вот буквально за последний год концепция радикально снова поменялась. Теперь мы пытаемся предупредить повторный птоз. То есть если железа опустилась в первый раз, то мы прекрасно понимаем, что импланты будут стоять стабильно. Ну да, силы притяжения работают. Да, гравитация будет работать и опустится снова. Теперь мы боремся именно с гравитационным птозом, и теперь мы стараемся убрать вторичные причины, что железа опускалась вниз. Ну, вроде получается неплохо. Я знаю, что вы проводите еще и восстановительные реконструктивные операции после удаления молочной железы. И в пластической хирургии это, конечно, высший пилотаж. Да, это очень интересный блок операции. Мы сейчас можем сделать операции по удалению первичной опухоли, то есть убрать саму пораженную железу, лимфоузлы и сделать одномоментную реконструкцию. В данной ситуации у девушки не будет периода, когда она будет жить без молочной железы. И, на мой взгляд, психологически это намного более удачный вариант. И второй аспект – это когда уже у девушки была удалена грудь, была сделана мастектомия, пройдена химия, возможно, лучевая терапия. И через определенный период времени, через 6-8 месяцев, она может обратиться для восстановления молочной железы. В данной ситуации мы делаем двухэтапную реконструкцию. То есть, на первом этапе мы делаем дерматензию ткани, расширяем ткани, делаем форму молочной железы. На втором этапе мы эту форму преображаем в красивую форму груди и подгоняем, скажем так, под вторую молочную железу. Но это очень важно, что женщина после такой серьезной операции не чувствует себя инвалидом, а полноценной желанной женщиной. Вы знаете, я бы сказал, что не то чтобы не чувствует, это очень важная социальная реабилитация женщины. И у меня есть несколько женщин, кто вышли замуж после таких операций. Есть девушка, которая радикально поменяла свою работу, теперь она очень известная фотограф в Красноярске. Есть девушка, очень известная спортсменка, которая родила двоих детей. Вот это очень здорово, что вы не просто дарите красоту женщинам, но и возвращаете уверенность в себе, делаете женщины счастливыми. Спасибо вам за то, что пришли к нам в студию, ответили на мои вопросы. Спасибо вам. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был пластический хирург Игорь Микитин. Спасибо.